Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Жан-Мишель Моро, прозванный младшим, или Моро Лежон, французский рисовальщик, гравер, стиле Рококо, самый известный и наиболее типичный мастер французской книжной иллюстрации 18 века, младший брат живописца-пейзажиста Луи Габриэль Моро-старший. Родился 26 марта 1741 года в Париже. Был сыном парикмахера, сначала хотел посвятить себя живописи, но в конце концов выбрал более доходное ремесло рисовальщика-игравера, стал учеником Луи Жозефа Лилорена и сопровождал учителя в 1758 году в Санкт-Петербург, где тот по приглашению Шувалова стал первым директором Императорской академии художеств. Моро начал преподавать в академии рисунок, но в следующем году Ле Лорен умер и Моро вернулся в Париж. Учился гравированию Жана Филиппа Леба, работавшего по заказам знаменитого банкира-коллекционера и мельсената Пиро Круза. В Париже Моро пользовался покровительством графа Декилюса. Для энциклопедии Дидро Моро предоставил граверам рисунки, иллюстрирующие различные ремесла и технологические процессы. Моро гравировал по картинам Буше и Гриот. В 1765 году женился на Франсуазе Николь Пино, дочери Франсуа Пино, мастера-скульптора. В 1781 году получил должность рисовальщика и гравюра королевского кабинета, что принесло ему ежегодную пенсию и право проживания во дворце Лувра. В 1778 году Моро стал членом масонской лужи «Девяти сестер», основанной астрономом Жеромом Лоландом. В начале Моро занимался репродукционной гравюрой, рисом и афортом. В 1785 году путешествовал по Виталии. По возвращении шестимесячной поездки в Рим Моро придал своей манере более классичный характер, который контрастировал с нескольким манерным стилем его предшественников. В 1788 году был принят Королевскую академию живописи и скульптуры. В период Французской революции в 1793 году его назначили членом Временной революционной комиссии по искусству, а в 1797 году он стал профессором Парижского центрального училища изящных искусств. При реставрации Бурбонов в 1814 году Моро сохранил свое положение и даже получил должность рисовальщика короля. Из двух тысяч листов графического наследия у этого мастера в полторы тысячи относятся к книжным иллюстрациям. В 1760-х годах Моро создал рисунки для гравюры зданий графа Деккелюса в собрании египетских, хитрусских, греческих, римских и гальских древностей. Самым известным произведением его является 24 иллюстрации, изображающие костюмы и интерьер. В сборнике под сокращенным названием «Памятник костюм», который многократно переиздавали в различных форматах. К сочинениям Мольера художник выполнил 33 рисунка. Моро создавал оригинальные композиции на тему развлечений Людовика XV и мадам Дюбари, а позднее Людовика XVI и Марии Антуанетты. Также рисовал с натуры портреты членов королевской семьи углем мелом пастелью. В стиле рисунков и гравюр Жанна Мишеля Моро воплотилось изящество и обаяние в стиле Рококо. Умер художник 30 ноября 1814 года в возрасте 73 лет. Ну вот так вкратце из переводной википедии о французском рисовальщике и гравюре в стиле Рококо Жан Мишель Моро, прозванный младшим. Или Моро Лежо. Пока-пока, до свидания, смотрим работу. Субтитры создавал DimaTorzok